Привет! Посмотрите на все эти мотоциклы! Наши коллеги из Motostrong сами привозят их из Европы, выбирая байки с минимальными пробегами и в идеальном состоянии. Склад мотоциклов постоянно обновляется. Подпишитесь на Instagram Motostrong, там все наличие. А менеджеры Motostrong помогут вам найти подходящий байк именно для вас. И помогут с доставкой по Беларуси, а также в Россию, то есть в Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Сегодня мы вам расскажем о полуторалитровом турбодизеле для автомобилей Hyundai, который выпускали с 2000 года. Итак, встречаем! У нас на канале есть подробнейшая разборка двигателя 1.5C RDI для автомобилей Hyundai и Kia. Но здесь у нас совершенно другой агрегат. Он появился первым. Это ранний двигатель D-серий, к которому также относятся агрегаты объемом 2.0 и 2.2 литра. Как же отличить этот двигатель от более поздних? Отличий много, но можно отличить по приводу ГРМ. В этих моторах он ременной. Позднее чисто корейские дизели. В чисто корейских дизелях использовался цепной привод ГРМ примерно с 2006 года, а в ГБЦ у более поздних двигателей по два распредвала. Этот турбодизель разрабатывали не корейские, а итальянские инженеры. Этот мотор широко выпускался в Корее по лицензии ВМ-мотори, поэтому этот мотор появился без каких-либо странных решений. Как вы уже поняли, у него чугунный блок цилиндров, в ГБЦ один распредвал, клапаны приводятся через рокеры и гидрокомпенсаторы, а в приводе ГРМ – ремень. Самое главное, что мотор 1.5C RDI трехцилиндровый, а следующая его версия уже с цепным приводом ГРМ. Из-за такой конструкции этот двигатель оснащен балансирным валом. Топливная система этого мотора самая современная по тем временам – Common Rail от Bosch. Этот двигатель выпускали с 2000 года по 2007-й и устанавливали только на автомобилях Hyundai, а точнее акцент второго поколения – Getz и Matrix. Этот корейский, а на самом деле итальянский мотор надежен и фирменных слабых мест не имеет. Легко служит 300 тысяч километров. Но чтоб он столько пробежал, надо не только менять масло по расписанию, но и про ремень ГРМ не забывать. А также надо знать просто общие особенности по обслуживанию дизельных двигателей. Самый распространенный симптом неисправности этого двигателя – это когда он не запускается. Чаще всего в этом виновата топливная система. Об этом мы чуть позже расскажем. Но бывает так, что датчик положения коленвала начинает барахлить. Для ЭБУ его показания очень важны. И если их нет, либо же они прерываются, то тогда двигатель не запустится. Датчик положения коленвала находится возле маховика. У нас двигатель без навесного оборудования, но, естественно, все детали мы нашли на нашем огромном шестиярусном складе. Итак, поехали! Все двигатели 1.5 CRDI первого поколения оснащены турбокомпрессором. Турбокомпрессор простой, здесь на холодной улитке выбит логотип Hyundai, но по факту это Mitsubishi TD025. Перепускная заслонка активизируется вакуумным актуатором. Вакуумный актуатор соединен с холодной улиткой, так как активизирует создаваемое тут давление. Обычно эти турбины без проблем служат 200 тысяч километров, а по прошествии этого пробега могут огорчить износом вала и вытеканием масла в горячую часть и глушитель. А это сопровождается обильным дымлением. Во впускном тракте любого дизеля есть заслонка, которую по ошибке называют дроссельной. На моторах до Euro 3 она выполняет роль захлопки, то есть перекрывает впускной тракт во время глушения двигателя, чтобы он плавнее останавливался. Эта заслонка установлена прямо на входе во впускной коллектор. Если эта заслонка заклинит в наполовину закрытом положении, то тоже будут явные проблемы с запуском двигателя. А если двигатель и запустится, то тяга определенно снизится. Заслонка покрывается парами масла, которые к ней доставляют системы вентиляции картера. Один из выводов картерных газов вместе с клапаном находится в опускном тракте сразу после расходомера. Регулятор давления топлива здесь работает активно. Он спускает излишнее давление топлива. Если регулятор изношен и постоянно пропускает топливо, то будут проблемы с запуском двигателя, потому что давление в топливной рампе медленно добирается до 240-300 бар. Также из-за этого регулятора двигатель может работать неровно на холостом ходу при условии исправных форсунок. Если регулятор медленно или поздно стравливает топливо, то появляются ошибки по избыточному давлению в топливной рампе, а также двигатель уходит в аварийный режим. Обычно чистка вот этого носика помогает. Вот этот носик является мельчайшей металлической фильтрующей сеткой. И если вот эта сетка припудрена стружкой, то топливная система работает некорректно. Форсунки Common Rail у двигателя объемом 1,5 точно такие же, как у двигателя D4EA. Электромагнитные, то есть соленоидные. Примерно к пробегу в 200 тысяч километров они изнашиваются и начинают сливать топливо в обратку, то есть излишне сливать топливо. Слив легко проверяется. Нужно отстегнуть шланги обратки и поставить сюда шприцы. Затем при прокрутке стартером оценить скорость наполнения шприцов. Обычно, если одна форсунка сильно льет топливо, то двигатель очень плохо запускается. Если форсунка изношена, то надо менять либо ее, либо ее изношенные детали. Форсунка новая на такой двигатель стоит 250 долларов. Обязательно позвоните в «АвтоСтронг» и узнаете приятную цену б.у. детали. Ну и еще следует хотя бы раз в 100 тысяч километров менять огнеупорные шайбы под форсунками. Клапан EGR двигателя D3EA предельно простой, с вакуумным управлением. При необходимости всю систему можно заглушить пластиной, которая закрывает канал подвода газов. При необходимости этот клапан очень просто чистится. Топливный насос двигателя D3EA – это обычный Bosch CP1. В нем всего три плунжера, и подача топлива в насос не контролируется дозирующим клапаном, как на насосах CP3, которые установлены на четырехцилиндровых двигателях. Топливная система контролируется датчиком давления топлива и регулятором давления топлива, который установлен на торце топливной рампы. Этот насос очень надежный. Есть для него ремкомплекты, то есть для трех плунжеров, а также уплотнения. Кстати, перебрать этот НВД можно запросто в гаражных условиях. На стороне выпускного коллектора, то есть на стороне, ну там, где установлен турбокомпрессор, находится основной канал отвода картерных газов. Здесь же расположен маслоотделитель. Масло из него по трубочке отправляется в поддон. Этот маслоотделитель можно поменять на подходящий, так как оригинальных маслоотделителей в продаже пока нет. Напомним, что большое количество паров масла в картерных газах – это показатель сильного износа поршневых колец и поверхности цилиндров в целом. Ну а теперь минутка рекламы. В Автостронге вы можете приобрести не только очень качественные БУ и новые запчасти, а также масла, антифризы, тормозные жидкости, разнообразные присадки, также жидкость для стеклоомывателя и множество автомобильных аксессуаров. И как вишенка на торте вы можете приобрести вот такой ароматизатор с лысым мужчиной. А также не забывайте про нашу фирменную сувенирную продукцию. Ну а сегодня разобрать этот неприметный двигатель нам поможет наш супер-мега-красавчик Артур. Встречаем, и мы начинаем нашу разборочку. Интервал замены ремня ГРМ 120 тысяч километров. Это, естественно, применимо для оригинального ремня. Но обычно владельцы автомобилей с этими моторами сокращают интервал замены на треть. Если ремень ГРМ порвется, то это основная причина гибели вот этих моторов. Потому что вот этот мотор с Common Rail обязательно загнет клапана, если коленвал и распредвал работают не согласованно. И еще упомянем про впускной коллектор этого мотора. Здесь он алюминиевый и никаких заслонок в нем нет. В головке блока цилиндров распредвал открывает 12 клапанов. При пробеге более 200 тысяч километров естественно изнашиваются гидрокомпенсаторы. Тогда двигатель начинает цокать. Гидрокомпенсаторы в этом случае придется поменять. И если говорить о состоянии распредвала, то он очень даже неплох. Обычно с ГБЦ этих двигателей ничего не случается. Но здесь у нас есть вопрос по состоянию вот этого выпускного клапана. Поэтому плавно перенесемся в цилиндры. И здесь у нас очень интересная ситуация. Мы видим, что вот этот поршень оплавлен с двух сторон, а вот этот поршень оплавлен с одной стороны. Скорее всего, форсунки вот эти две чрезмерно подавали топливо в народе лили. И тогда поршень оплавился, а части оплавленного поршня растирались по стенкам цилиндров и появлялись вот такие вот задиры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У трехцилиндрового двигателя один балансирный вал. Он более увесистый, чем два балансира на двухлитровом моторе. Этот балансир приводится шестернями от коленвала. Так вот, при установке балансира надо обязательно совместить метки. Их две на шестерне балансира, они рядом, и одна метка на шестерне коленвала. Ресурс у трехцилиндрового двигателя 1.5C RDI приличный, хотя в последние годы все чаще встречаются случаи проворачивания коренных вкладышей. Дело в том, что со временем вкладыши изнашиваются, увеличивается на них нагрузка, и тогда они проворачиваются. Так вот, чтобы этого не случилось, при пробеге в 300 тысяч километров, если вы планируете дальше эксплуатировать автомобиль с этим мотором, обязательно превентивно поменяйте коренные вкладыши. Также стоит осмотреть маслозаборник. При таком пробеге он может быть забит частичками подгоревшего масла, что также ухудшает смазку очень важных пар трения. Ну и у нас как раз такой случай. Дело в том, что все вкладыши изношены. Обратите внимание на шатунные вкладыши. Здесь есть борозды, выкрашивание металла. Также коренные вкладыши с очень глубокими бороздами. Ну и, естественно, все шейки коленвала пострадали. Верхние коренные вкладыши тоже с износом. Ну что, разборка закончена. В общем, мотор 1.5 CRDI получился надежным, а в этом корейцам помогли итальянцы. Самая большая беда на сегодняшний день этих моторов – это экономия на обслуживании. Ну, потому что машины с этим двигателем стоят недорого, и это подстегивает владельцев экономить. Ну, а если менять масло каждые 10 тысяч километров, не экономить на нем, то этот двигатель пройдет очень много километров без сокония гидрокомпенсаторов и проворота вкладышей. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео в соцсетях и напишите комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».